Привет! Сегодня посмотрим на чат GPT и как он работает и что умеет. Я занимаюсь нейронными сетями достаточно давно. Это не моя основная деятельность. Я проектировал нейронную сеть для оценки автомобиля для компании AutoCheck, но в остальном с нейронными сетями я взаимодействовал в большей степени для себя. Мне эта тема достаточно интересна. Поэтому, когда появляется какая-то новая нейронная сеть AI, которая позволяет выполнять какие-то полезные задачи, для меня это всегда интересно. Поэтому я с таким удовольствием, например, тестировал GitHub Copilot. Сегодня же мы посмотрим на чат GPT. Что же это такое? Чат GPT это некоторый потомок GPT-инстракт, который позволяет нам взаимодействовать с искусственным интеллектом, с нашей моделью посредством чата обычного человеческого языка, получая обратно какой-то развернутый ответ. Чат GPT базируется на GPT 3.5. Но на самом деле это только один из шагов работы этой нейронной сети. Вообще, все нейронные сети делятся на два типа. Это supervised learning и unsupervised learning. Supervised learning это те, которые мы управляем, то есть мы даем обратную связь нашей нейронной сети, что ее ответ корректен или нет. Unsupervised это когда мы просто даем какой-то набор данных, а дальше разбираясь как хочешь. Второй тип хорош, когда мы хотим, например, найти какие-то зависимости, закономерности, которые мы сами не знаем, но нейронная сеть за счет кластеризации, например, может выявить. В данном случае в чат GPT у нас же supervised learning. И это обучение состоит на самом деле из трех этапов. В рамках первого этапа сама вот эта сеть получает огромный набор данных, и человек дает понятные ответы на вопросы вручную, те, которые считались приемлемыми. На вот этом наборе данных и ответах формируя, обучается все на GPT 3.5, и получается некоторая моделька. Но эта модель сама по себе, понятно, не будет работать, если мы не поймем, правильно он неправильно отвечает. Поэтому вторым шагом в рамках обучения этой модели выдаются наборы вопросов, она выдает несколько ответов, и опять-таки человек должен промаркировать, какой из них самый подходящий, какой из них самый неподходящий. За счет вот такого обучения формируется нейронная сеть reinforcement, так называемое подтверждение, которое может в дальнейшем корректировать уже работу этой GPT-сети. Ну и на третьем шаге у нас уже есть некоторая готовая сетка, к которой мы передаем запрос, например, «Расскажи мне, как Земля вращается вокруг Солнца» и так далее. И на что выдает ответ наша сеть. Дальше этот ответ валидируется с помощью модели подтверждения reinforcement model, и в зависимости от того, насколько она корректно давала ответ, эта сетка дообучается. Таким образом, мы получаем обученную сеть, понятно, обученную человеком, supervised learning, которая может давать различные ответы на практически любые вопросы. Понятно, там есть некие ограничения. Там есть искусственные границы на какие-то вопросы, которые не являются правильными с точки зрения политики, расизма и так далее. Есть ограничения на то, что она может выдавать до сих пор, какие-то некорректные ответы и прочие вещи. Это все написано в ограничении кивопа. И пока вообще чат GPT у нас в бете. Но его можно попробовать, и один из частных случаев работы чат GPT является генерация кода с пояснениями. У нас уже был GitHub Copilot, и теперь интересно посмотреть, как же GPT-чат будет отвечать нам на вопросы по генерации кода. И, спойлер, это прямо круто. Ну что же, давайте общаться с нашей нейронной сетью. Сначала немножко об интерфейсе. Интерфейс крайне простой. У вас есть окно чата, где вы задаете вопрос. Здесь будут у нас располагаться ответы. Слева есть список чатов. В версии 15 теперь отображается история предыдущих чатов. Вы можете его даже переименовать и сохранить, чтобы вернуться к этому обсуждению. Переключения Dark Mode, ну и всякие дополнительные фичи. При этом важной особенностью как раз является чат, потому что в рамках одного чата нейронная сеть у нас сохраняет контекст нашего обсуждения, может оперировать пониманием, о чем мы говорим, что было сказано до этого, что она ответила до этого, и в каком контексте все это происходит. Поэтому если мы начинаем совершенно новый разговор, то проще всего создать новый чат. Соответственно, в текущем чате он будет хранить весь контекст. В рамках теста мы с вами будем работать в одном чате для того, чтобы максимально посмотреть, как он схватывает вообще весь контекст, потому что мы будем сначала протестировать на каких-то простых вещах, а потом попробуем вместе с ним собрать какое-то приложение и даже запаковать его в докер-контейнер. Я заранее подготовил вопросы для того, чтобы сэкономить ваше время и не печатать при вас эти вопросы, поэтому я их буду вставлять из соседнего окна. Еще одно небольшое замечание по регистрации. В чат GPT с российским номером телефона у вас, к сожалению, регистрация не пройдет. Вам нужно будет какой-то VPN, либо если вы находитесь не в России, и сим-карта, которая не является российским. При этом, на удивление, опять-таки, не все сим-карты работают. У меня есть несколько прибежных сим-карт, и одна, к сожалению, например, совершенно не сработала, на нее просто не приходит код. Другие сим-карты сработали нормально. Поэтому сейчас есть некий барьер попробовать, особенно с точки зрения того, что вы находитесь в России. Но в остальном чат GPT работает в полном режиме. Важно, здесь есть, конечно же, ограничение по числу сообщений. Сейчас они его вводят для того, чтобы не максимально использовать чат GPT. Но я думаю, что убереться в него достаточно сложно, только если вы не используете совсем для каких-то продакшн решений на текущий момент версию в бете. Ну и снова хочу оговориться, версия все-таки в бете, поэтому возможны какие-то вещи и ограничения. Итак, давайте начнем. У нас есть первый вопрос. Мы хотим попробовать получить максимальное число в мапе в JavaScript. При этом мап я пишу с большой буквы, потому что это структура данных. Мап. И давайте посмотрим, насколько он справится. Итак, он говорит, да, конечно же, он будет на самом деле очень много комментировать того, что он пишет, и это хорошо, особенно для понимания людей, которые до этого никогда, например, не сталкивались с этой частью. Соответственно, вот мы берем math. Кстати, это отличное решение. Он взял мапу, создал. Причем создал он ее как массив-массив. Все классно. Получил мапу. И дальше через spread-values получил max-values. Очень классное решение. В целом, прямо суперски. Более того. Также он предлагает еще второе решение с редюсом. Ну, то есть он не только дает нам код, как, например, та же кода-генерация GitHub Copilot, он полноценно поясняет свой ответ. И это очень круто. Давайте его залайкаем. Ладно. Просто залайкаем без фидбэка. Супер. Итак, простой какой-то вещь он пошел. Да, он собирается все-таки данные из открытых источников, поэтому он представляет, как там функционирует мап в JavaScript. Последок синтаксиса работает более-менее отлично. Давайте теперь усложним. Давайте попросим его не просто сделать какую-то простую операцию, а написать полноценное приложение на экспресс с подключением MongoDB, с операциями, где можно получить пользователей из базы данных, создать и обновлять. Я надеюсь, что он поймет, что я от него хочу. Окей. Он говорит, что вот, пожалуйста, вам Nest Application, точнее, Nest Application, который создает с connection. Отлично. Делает connection, создает модельку, описывает ее. Супер. Причем пока пишет на JavaScript, сейчас мы ему скажем, что давай-ка попробуем на TypeScript. Использует Express. Post users. Get users. Окей. Создание пользователя, получение списка пользователей. Окей. И после этого поиск пользователя по идентификатору. Ну, я, конечно, не особо просил это сделать, но окей. Супер. То есть поиск пользователя по идентификатору и обновление пользователя через Put. UserFinderUpdate. Супер. В целом, я думаю, что такое приложение, если даже вставить и запустить, оно, скорее всего, будет работать, ну, если правильно поменять connection. Потому что, в целом, здесь все написано правильно. Ну, и все-таки, если хотите разобраться без помощи нейронных сетей, то у меня для вас есть курсы по JavaScript, TypeScript, микросервисам, Nest, Nexto и всему остальному. Ссылочка будет приложена в описании. Ну, стиль у него, я бы сказал, не очень, потому что он здесь, как бы, использует коллбеки. Может быть, попросим его написать без коллбеков? Может быть, он что-то сможет сделать? Так, давайте, заканчиваем, пожалуйста. А он пробовал без коллбеков. Я, на самом деле, это не планировал, но давайте с вами попробуем это сделать. Can you rewrite it? Rewrite it using without callbacks? Without callbacks. Насколько он поймет это? Так, он говорит, хорошо, конечно, можем тогда использовать в этом примере async await вместо коллбеков. Итак, здесь все то же самое, то же connection. Пока код полностью совпадает. Express application. Create new user. Как видите, он сохранил контекст того, что он написал. Мы задали ему дополнительные вещи, и он написал через trackage. Ну, вот это уже приличный код, а то в предыдущем надо было ему делать комментарии, что не пиши, пожалуйста, такие коллбеки. Коллбеки – это зло. Итак, пока он заканчивает писать, я прорезюмирую. Простое приложение он создал отлично. Сделал то, что я просил. Создал все роуты, даже один дополнительный. Ну, по сути, крутоперация, наверное, получения одного пользователя. Это правильно. При этом он, соответственно, взял и скорректировался в случае, если, например, мы хотим, чтобы он написал это не как коллбек, а как полноценный асинковейт, и получил корректную работу. Теперь давайте ему усложним задачу и скажем, что вот у нас получился какой-то результат, даже с асинковейтом. Мы теперь хотим, чтобы у нас это все работало на TypeScript. Давайте я попробую прервать. Нет, он не может прерваться, к сожалению. Супер. Итак, поехали. Теперь просим его переписать это все на TypeScript. Окей. Вот он говорит, конечно же, вот предыдущий пример, который переписан на TypeScript. Вот, супер. Модель дотипизирования. Замечательно. Итак, он наконец-таки закончил. В целом он ничего прям суперферического не сделал. Добавил какую-то дотипизацию. Добавил передел импорта. А теперь давайте его попросим все-таки, как бы, сказать, какие зависимости мне нужны-то для этого. Which dependencies do I need? Опечатался. Итак, самое интересное, он действительно довел зависимости и довел зависимости экспресса и мангуза. Единственное, что он пропустил types.no.js, которые тоже нужны. Хорошо. С этим он вполне себе справился. Давайте теперь попросим его в этом же контексте написать нам React application. Итак, он нам будет писать реактовское приложение, которое, собственно, получает пользователей из нашего бэкэнда и в дальнейшем также делает формочку для добавления. Опять он почему-то идет через den, но ничего страшного. Можно будет потом опять сказать перепиши, пожалуйста, на sync.wait. Окей. Post. Axios использовал. GPT. Respect. Axios. Это топ. Окей. И формочка. Супер. Формочка работает. Судя по всему, HTML4Name даже с лейблами. Замечательно. Обработка событий. Еще один лейбл. Еще один импут. Он ченчил обработка событий. Ну, конечно же, если было бы чуть больше у нас все-таки каких-то вещей типа полей, то, наверное, лучше было бы использовать React Formhooks, например. А давайте его попросим, кстати. can you use form with can you rewrite this form with react form hook ну-ка. Говорит, окей, вот предыдущий пример использования React Formhooks. Давайте попробуем, насколько он с этим справится. Супер. Name, email. Ну, видно, что уже, короче, все супер. Он взял предыдущий пример и переписал. То есть, вы понимаете, насколько мы можем легко теперь просить, там, если вы не знаете какой-то части, просить его сделать, пояснить, добавить, доделать. И при этом вся вот эта штука, он понимает контекст, он переделывает предыдущий пример, дополняя его. Если бы, например, никогда не работали с React Formhook, это прямо прекрасная штука. Единственное, что, суть по всему, ему что-то стало плохо. Ну, а, он типа сказал, что вот типа часть примера. странно, почему он перестал его писать. Ну, да ладно. Хорошо. А давайте попросим его теперь отстилизовать это приложение в виде материала UI. Итак, предыдущий пример он берет и стилизует лист, лист, сайтем, лист текст, текст филд, батн, форм контрол. Вау. Наверное, он теперь выкинет React Formhook с... А нет, Use Formhook оставил. Хорошо. Интересно, зачем ему этот формат контрол. Сейчас посмотрим. Итак, он все то же самое как в предыдущий раз, только теперь мы должны видеть, что у нас отстилизовалась вот эта штука с помощью Material UI Core. Итак, он возвращает пользователей и все, на этом как бы его генерация походу закончилась. Давайте попробуем еще раз. и похоже у него какое-то есть внутреннее ограничение на размер вот этих кодовых блоков либо что-то такое, потому что совсем большие, хотя странно он до этого генерал большие, сейчас у него к сожалению не очень получается. Кстати, есть интересная штука, что он, когда мы заново просим попробовать сделать еще раз, он может выдать совсем не то же самое, например, здесь он импортировал отдельные компоненты. Здесь, соответственно, вообще использовал MakeStyles для того, чтобы сделать. Здесь он MakeStyles не делал, поэтому, конечно же, это же все-таки машина и она умеет какое-то имеет ограничение. Но, как вы видите, что-то у него с кода генерации пошло плохо и сейчас он не до конца сгенерил наши примеры. Ну, хорошо. Ну, что же, давайте попробуем его сделать что-то более интересное. Давайте попробуем его сделать Nest-овский аппликейшн с Postgres, который делает то же самое, как приложение, которое мы написали до этого. Итак, он использует Type.ORM. Ну, примеров на Type.ORM много, поэтому понятно, почему выбрал Type.ORM и не призму. Даже многие пользователи выбирают сейчас Type.ORM. Это, в принципе, один из хороших вариантов. Нам сделал модуль. Прекрасно. Он нам сделал Entity. Замечательно. Создал контроллер пользователей. Добавил, соответственно, метод UserService, что прекрасно он делал все-таки через слой сервисов, а не напрямую в контроллер и у нас генерит получение пользователей. Видимо, он учился на хороших примерах. Итак, OK, UserService Create.Find1Update. Как видите, это все-таки простые кодоперации. Пока он может такую простую кодогенерацию сделать вполне себе неплохо. При этом, как мы видим, он может и написать нам сейчас, скорее всего, сервис. Вот, репозиторий, Type.ORM. Это UserService. Да. Inject Repository. FindPromiseAll. Вернул нам код. Видите, как и будущее ждет нас. Мы с вами получим, по сути, возможность сделать быстро скафорное приложение. Да, заменить программистов, но, наверное, когда-нибудь, не ближайшее, конечно, время, но облегчить работу разработчикам 100%. Представьте, если у вас, вижу, в студии код в любом другом редакторе, была бы кнопка «А сгенерите мне, пожалуйста, код крутоперации для пользователей». И вам все красиво, архитектурно делает. Но, как видите, у него опять-то случилась проблема с кодом, может, какие-то лимиты включились. Но сейчас он работал не очень, по крайней мере, последнего. Все остальное суперкласс. А давайте мы попробуем его запросить запаковать наше приложение на Несте в Docker контейнер. Итак, он должен сделать Docker файл для нашего приложения Неста. 14-й Alpine устанавливает. Почему, кстати, он 14-й взял, непонятно. Что, кстати, очень хорошо. Он взял хороший пример, видимо, обучился, потому что он поставил правильно. Сначала скопировал пакет JSON, устанавливал зависимость, а потом сделал только копии, потому что вот это все позволит нам сохранить кэш при повторной перегенерации. Я, кстати, это разбираю в курсе по Docker, который у меня есть. Также я вот здесь попросил еще написать Docker Compose, который бы это все поднял. И, как вы видите, он начинает там поднимать up, и что самое прекрасное, он еще и добавляет туда Postgres, потому что он знает, что мы все-таки поднимаем наше приложение в Postgres, поэтому кроме нашего вот этого апа, который нам нужно сбилдить, он вызывает сразу build. Ну, окей, нам необходимо будет еще и поднять датабейс, поднимая 12-й Postgres. Ну, и, соответственно, дает нам инструкцию, какие команды нам нужны. Docker Compose build, Docker Compose ап. супер, с этим заданием справился превосходно, вот прям можно копировать и вставлять, единственное, что может быть нода в другую версию поставить, но это не так критично. Хорошо, теперь давайте попросим ему написать Ansible Script, чтобы выложить вот это собранное приложение. Итак, он берет Hossel, WarImage, UpImage, Wars, супер, даже Wars выносит все необходимое и делает таски. Хорошо, поднимаем UpImage, которым мы будем Pull, UpImage, ну, понятно, здесь нужно указать будет правильный имидж после сборки из registry, PullDB, PullYes, PullContainer, ну, короче, StartContainer такой, StartContainer такой, состояние StartEd, ну, супер, в целом превосходно, мы по сути можем брать и даже линки сделал между мяк-контейнерами и просто круто, он написал нам корректный Ansible Script, кто не знаком с Ansible, это удобный оркестратор с чего-чего угодно, конфигурация ваших серверов, хранение ваших конфигураций как кода и так далее, тоже разбирается у меня в курсе докера. Хорошо. Ну, и, наконец, давайте его попробуем совсем усложнить, как только он закончит. Мы попросим его переписать вот этот Ansible Script для того, чтобы деплоить на кластер с варма, а там уже вот так легко не получится, потому что докер-контейнер там работать не будем. И, кстати, интересно, что Postgres, он, скорее всего, должен будет привязать к какому-то конкретному нодде. Посмотрим, насколько он это сделает, потому что иначе оно будет перепрыгать между нодами и не будет консистентности данных. Окей, PullImage здесь все. Видите, он использовал теперь Docker Service. Прекрасно. DB. Супер. Ну, вот тут чуть-чуть он хуже справился, потому что он, наверное, где-то в примерах не видел, то есть он понимает, как написать Docker Service, но проблема у него возникает с тем, что когда мы будем деплоить вот этот сервис, если у нас нод несколько, она поднимется на случайной ноде. Когда мы будем перезапускать, здесь будет как бы все плохо, потому что он переподнимется на другой, а данные останутся на первой ноде. То есть там нужен какой-то shared storage, для всего этого делать, shared storage он тоже не прикрепил. И тут становится вопрос, заменит ли нас нейронная сеть с точки зрения нас, разработчиков. Ну, конечно, пока об этом рано говорить, потому что все-таки нейронная сеть умеет выдавать какие-то части кода, кусочки, но она не способна написать полноценные приложения, переработать большие требования, которые мы ей предоставляем в некоторое полноценное рабочее приложение, не говоря уже об окружениях, настройки, запуски и так далее. Поэтому, да, об этом говорить пока рано. Но все-таки AI движется большими шагами. До этого мы еще видели и говорили, что у нас никогда не будет замены, не знаю, художников, а сейчас огромные сети нейронные генерят нам изображение не хуже любых других художников, которые это делают руками. Но все-таки разработка это более такой процесс, который не совсем можно легко заменить машиной. Да, в будущем я считаю, что оно даст буст, и мы будем с вами на порядок проще писать код, каждый раз не делая руками все эти написания циклов, каждый раз не генеря бойлер плей для крут запросов и так далее. Но полноценно, понятно, до этого еще очень далеко. Эти примеры, надеюсь, вам показали, насколько GPT-чат на текущий момент уже мощная система, которая позволяет нам работать не только с какими-то общими вопросами и получать ответы, но и генерить кусочки кода. Возможно, в будущем это будет хорошим подспорьем нам в разработке. А вы со своей стороны можете посмотреть следующее видео, которое будет где-то тут. следующее видео. Продолжение следует... Продолжение следует...